Ну хорошо, сейчас мы чуть Олега допросим. Как получилось так, что связали свою жизнь с музыкой? Ну, наверное, как и у многих в детстве. Все начинают в детстве, потому что маленький ребенок подходит, что-то нажимает вот так вот, несуразно. Вот, это уже посыл. То есть, когда ко мне ребенка приводят, и ребенок никак не реагирует на мою игру, например, ну, значит, пока он, видимо, не созрел, не знаю, или не готов, я не знаю как. Или, может, это не его пока. Или вообще не его, или вообще не его, да, ему уже 65, а его не тянет. Ну да. Вот, поэтому вот я начинал бренчать, потом вот, как нам уже сказали, начинал что-то писать, вот, и потихоньку-потихоньку начал импровизировать и сочинять музыку, вот, ну вот так постепенно. Но это было во время музыкальной школы? Я уже в школе начинал чуть так обманывать учителей, брал, например, ноты там, не знаю, Баха, чуть-чуть менял нотки, такой, это мое, ну, типа, вот, да. Да, и, ну, и на самом деле оно постепенно так и пришло к тому, что я начал свое сочинять, ничего страшного. То есть есть авторские произведения? Такой немногий плагиат был, но он привел к тому, что, да. Я не знаю, если мы сейчас попросим сыграть что-то авторское, забежим ли мы далеко вперед? Не, можно, мне кажется, если только хочет. Да, ну, в свое время, если обратиться вот, откуда мы, из Казахстана, я сделал целый альбом обработок казахских песен именно в своем стиле, в своем жанре, такой, типа, неоклассика, могу сейчас показать вам. О, давайте, это было вообще прям хорошо. Сейчас. Называется «Япырай», казахская, народная такая вот музыка. «Япырай», казахская, народная такая вот музыка. «Япырай», казахская, народная такая вот музыка. «Япырай» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это да, своеобразный микс классика, неоклассики, и вот все, что я слышал, соответственно, оно вот как-то в себя вбирает, и из тебя вот это вот как-то выходит Да-да-да, я знаю, что ЯПРА это что-то из казахского, сто процентов, и вы даже, кажется, говорили, как-то переводится ЯПРА переводится как восхищение, ух ты, можно так сказать Восхищение природе, да, людям, я не знаю Это как у нас междометия, да, получается? Ну, не знаю, ух ты Не, ну восхищение в любом случае, да Ну там тяжело перевести, конечно, точный прям перевод сделать, а вот, ну, примерно вот так Ну, короче, восхищение, да, восхищение природы Кому-то, чему-то, да Возвращаемся, музыкальная школа, да, музыкальная школа закончилась То есть, у меня еще вопрос в плане того, что всегда, сколько помню своих там друзей, которые ходили в музыкальную школу Ну, девчонки так, они вроде, ну, там было непонятно, хотят они туда ходить, не хотят, ну, они ходят А вот пацанов, чтобы защитить музыкальную школу, это просто, это как будто вот ты видишь, идет лошадка снежная Вот как было в твоем случае? Ну, вот сейчас мы даже на студию ехали, здесь вот пруд красивый, девочек нет, одни мальчики Да, да Играют в футбол, катаются на велосипеде, какие-то собаки бегают, вот то же самое у меня, я хотел бегать на улице, вот это все Ну, постоянно мама следила за тем, чтобы обязательно час-два, ну, определенное время я занимался фортепиано Обязательно, да, это было обязательно Но желание-то было вот в музыкальной сфере, то есть были ли такие моменты? Ну, в сердце лежало Мама, я больше не пойду на фортепиано Нет, нет, такого не было, было всегда как-то, знаете, вот Если я сегодня пропустил, все, завтра два часа я должен отсидеть, заниматься Да, сам себе враг был, поэтому никак А ты сам себе ставил контроль, да? Да, 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 и постепенно я сейчас вот в 10 встречаемся, а без 10-10 обязательно прихожу, уже жду Вот как-то себя вот так воспитал То есть дальше вот закончилась музыкальная школа, дальше куда вот? Музыкальное училище, потом консерватория у нас в Алмате и, соответственно, аспирантура Ой, так вообще прям прошли все Весь, да Весь путь музыкальный получается Такой самурайский путь Да, 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 это на самом деле самурайский путь Это сложно Да, потому что, я как понимаю, по классу фортепиано Все по фортепиано, да Ой, вот Ну, видишь, получилось, ты закончил на музыкальной школе, человек пошел дальше Да Жалеешь? Не знаю, я размышляла об этом, наверное, у каждого свой путь Вот это правильный ответ, да И вот то, о чем мы говорили, я только вот сегодня узнал, что Олегу принадлежит рекорд Лекорсмен России по скорости игры на фортепиано Я бы просто играли, я как понимаю, все проверяется на полете шмеля, я так понимаю, да? Нет, именно полет шмеля был зарегистрирован, то есть это произведение, которое играется меньше, чем за минуту, у меня за 52,5 секунды примерно так Ничего себе Там у меня диплом есть, я уже не помню, просто время Так, я понимаю, что, может быть, повторить не получится, но хотя бы вот Чуть-чуть, да? Да, вот Чуть-чуть, да Нет, нет, можно, да Это надо услышать, сто процентов И так далее Шикарно просто, шикарно Нет, на самом деле очень приятно, когда, потому что у нас есть программа такая на радио, называется «Непроверенный факт», и мы периодически там вспоминаем, ну, в основном мы сейчас берем людей России, которые, у них есть рекорд, и, к сожалению, вот сейчас вот то, что нам попадалось в глаза, это были когда еще был Советский Союз, и была такая семья, и муж и жена, они были рекордсменами Один по метанию молота, 1970 какой-то вот год, а жена по метанию ядра, что-то такое Это была семья, которые, они рекордсмены, вот, и у них принадлежит им рекорд Гиннеса И, на самом деле, не так-то много, а вот приятно, что вот есть рекордсмены, вот, честно Причем у нас в студии Да, и у нас в студии И мы расскажем об этом в следующий четверг на наших фактах Да, кстати, в следующий четверг мы расскажем об этом факте, и это будет приятно, да, ну, лично мне приятно Спасибо за внимание